Продолжение следует... ...говорит об особенностях XRP и называет минусы фиата и биткоина. Что касается рынка криптовалют, за последнее время рынок криптовалют слегка восстановился. Биткоин вернулся свыше 60 тысяч долларов. XRP, в принципе, даже несмотря на то, что биткоин поднялся, особо за 7 дней не упал. То есть за 7 дней XRP даже вырос на процент, в отличие от биткоина, который упал на 3,5%. И это определенно хорошо. Что также нужно отметить, что другие альткоины тоже пошли вслед за биткоином и пытаются восстановить бывалую динамику, бывалые вершины. Но, опять-таки, они все-таки далеко находятся от них, как ни крути. То есть сейчас нет такого, что действительно мы видим, что некоторые из них могли вернуться на те небывалые вершины. То есть такого сейчас нету. Большинство альткоинов, они все еще находятся на уровнях ниже биткоина, который тогда торговался 70 тысяч долларов. Альткоины, конечно, еще сейчас ниже. Что также нужно отметить, что на недельном таймфрейме по биткоинам мы получили следующее. Мы получили зону поддержки, она сейчас 61 тысяча 300. По XRP у нас психологическая отметка 50 центов, ниже которой нам не следует закрываться на недельное таймфрейме, чтобы продолжать какой-то импульс наверх, который здесь возможен в ближайшее время. И нам нужно выйти за сопротивление 52,5 цента, чтобы, в принципе, дальше продолжить движение. То есть локальное сопротивление и уровни здесь есть, но отмечу то, что следует все-таки рассматривать уровни посерьезнее. Это 66 и 74 цента. Это именно два уровня, пройдя которых XRP уже будет говорить о том, что он готов разворачиваться, за то, что он готов лететь выше 1 доллара. И вот на фоне этого у нас есть такие позитивные новости, то что уже вот в принципе есть слухи о том, что, значит, судья рассмотрит положение от Ripple, это штраф в размере 10 миллионов долларов. Опять-таки, если сумма 100 миллионов долларов, это, видимо, та сумма, которую максимум XRP, вернее, компания Ripple может заплатить. И вот здесь уже и пишется ключевая дата, о которой мы поговорим после небольшой рекламной паузы. Оставайтесь. Друзья, вы уже наверняка слышали о все новых появляющихся технологиях в мире криптовалют, которые открывают уникальные возможности для заработка. Таких возможностей, вправду, очень много. Но мало кто решает уникнуть в суть новых разработок, что дает отличные перспективы и возможности для заработка. Один из проектов, дающий такие уникальные возможности, а именно высокую прибыль в автоматическом режиме, это Arbitz.io. Данный проект основан на криптоарбитража, и зарабатывает он за счет разницы в курсах криптовалют на криптобиржах, совершая сделки в полностью автоматическом режиме. Сейчас проект стал доступен для массового пользования, где каждый человек может вложить свои средства в данный автоматизированный механизм, который 24 на 7 будет работать с вашими средствами, перенося прибыль инвестора. Мне данная технология очень нравится, собственно, поэтому я лично проверил всю ее работоспособность, вложив в личных 7000 долларов, и могу соответственно заявить, что проект это достоин вашего внимания. Вот вывод средств и дивидендов доступен моментально в один клик, рекомендую ознакомиться с проектом, ссылка в описании под роликом. Это действительно отличная возможность для заработка. Ну а ключевая дата, это вот после заявления от 6 мая суд примет решение о наказании, и Ripple должен заплатить за нарушение закона в США о ценных бумагах, и более того суд также решит запретить ли компании Ripple продавать XRP институциональным инвесторам. То есть это вот одна из особенностей, которая может быть, но в то же время, если Ripple платит штраф и пойдет дальше, то я думаю, что они выйдут и на IPO, и будет листинг на Robinhood, и будет много плюшек, которые поднимут цену XRP. Но по поводу институциональных инвесторов, я думаю, что если они не решат этот вопрос, то он решится автоматически со временем. Что также нужно отметить, что если мы говорим о том, сколько XRP нужно, чтобы стать миллионером в 2024 году, то все очень просто. Для того, чтобы стать миллионером, нам нужно 290 тысяч XRP, и, соответственно, это при all-time high XRP, который достигнет 3 доллара 40 центов, тогда мы станем миллионерами. То есть купив 290 тысяч XRP, да, мы можем стать миллионерами. Если мы говорим по сумме, сколько это с 290 тысяч XRP, то это примерно значит 150 тысяч долларов, да, даже чуть меньше. И поэтому я считаю, что вам необходимо вложить только такую сумму при текущих значениях XRP, да, 52 цента, чтобы, в принципе, рассчитывать на статус миллионера. И немаловажно, что XRP обязательно должен вернуться на all-time high, который у него был в 2018 году. Именно вот здесь XRP должен побывать. Что также нужно отметить, что аналитики называют Ripple XRP мертвым активом, и они обосновывают это тем, что XRP практически не меняется с 2018 года. Но я считаю иначе, то, что у XRP по текущий момент времени был медвежий тренд, медвежий цикл. И почему XRP так сильно не вырос в 2021 году, хотя рост был? То есть нужно отметить, что ряд криптовых активов не обновили своих IE, которые были установлены в 2018 году, в 2017 годах также. И это также включается и Litecoin, и Zcash, EOS, другие криптовые активы, очень много, да. И, соответственно, несмотря на это, XRP вырос на 1200%, но с учетом того, что вы зашли ниже, да, вы купили XRP ниже, даже если вы купили XRP там по 30 центов, то это 535%, что довольно-таки неплохо. А что мы видим сейчас? Мы видим сейчас, что цены, которые были, например, в 2020 году, когда XRP стоил 11 центов, таких цен уже нет. XRP имел дно, это 29 центов в 2022 году. Соответственно, рост на 1000% даст XRP толчок на 2 доллара и 90 центов. То есть, соответственно, я считаю, что это вполне реально, и считаю, что это вполне может быть очень скоро. Поэтому здесь определенно, конечно же, сейчас многие будут говорить, что это мертвый актив и так далее и тому подобное, но, значит, все-таки чарт психологии Wall Street, именно вот этот график, он говорит такое, что при вот этом медвежьем цикле, когда паника, когда капитуляция, когда многие злятся, и вот здесь вот у XRP ниже была такая картина, да, затем воп-обвал, хотя мы, но не одновели, да, но мы находимся где-то здесь. И вот здесь я бы сказал, что это июль у нас был, июль, значит, прошлого года. И, соответственно, здесь мы видим, что XRP не упал на отметке, там, 30 центов, да, и сейчас он находится в боковике. Соответственно, я считаю, что вот этот график, это как раз-таки график будущего роста XRP, это будущий график Ripple XRP, потому что я считаю, что сейчас многие в депрессии, и считаю, что многие, конечно, жалеют о том, что выбрали XRP. Также на что стоит обратить внимание, то, что, так или иначе, есть, соответственно, лица влиятельные, которые, так или иначе, имеют капиталы XRP, да, и вот, например, один из них говорит, что они перевели XRP на сумму 50 миллионов долларов в нашу компанию за 2 секунды, и это стоило 30 центов. Невозможно сделать это с помощью фиратных денег или биткоинов. То есть, понятное дело, что речь идет о том, что в биткоине комиссия будет больше, да, то есть 30 центов комиссии вы никогда там не увидите в рамках той сети загруженной, которая есть сейчас. Поэтому я считаю, что здесь определенно мы видим и скорость, и дешевизну перевода. Что также нужно отметить, что один из банков, в принципе, отправил XRP на сумму 755 миллионов долларов, и он был переведен за 4 секунды. Речь идет о транзакции и этих деньгах, и это стоило всего 1 цент. И это, используя, например, традиционную банковскую систему SWIFT-перевод, произойдет в течение 3-5 дней. Я бы даже добавил рабочих дней, выходные, никто вам не переведет деньги, и это будет стоить миллионы комиссии. Поэтому здесь мы видим, что у XRP есть преимущества. Ну и также, как и ранее я отмечал, что судья рассмотрит предложение от Ripple, штраф в размере 10 миллионов долларов с того месяца, и это означает, что регулирование может произойти в течение нескольких дней. И, соответственно, здесь также уже мелькает дата 6 мая. И поэтому я бы назвал, что 6 мая является ключевой датой в деле Ripple против SEC. И я считаю, что уже скоро может все решиться. То есть, так или иначе, развязка близкая. Ну и по поводу XRP, сейчас бы я все равно не лез в рынок криптовалют, я бы не докупал. Я бы оставался в рамках той позиции, которая у меня была куплена по 60 центов. И даже несмотря на то, что рынок показывает рост и движение вверх, я бы сейчас ни в коем случае не докупал. Вот если мы говорим тоже про усреднение, тоже я бы и не усреднял позицию, в этом нет смысла. Провал на 7,5 центов, он не решает никакой погоды. А вот провал там в район 30 центов, я бы сказал, что он бы решил какую-то погоду, потому что это действительно хорошее было бы падение для XRP. Но, к сожалению, его не случилось. Вот такие дела. Ну а с вами был Игорь Татьев, Симович Симка и до встречи.